Даже если ненужный иностранец в РПЛ выходит на поле, клуб всегда решит эту проблему. По статистике, привезший аж 4 пенальти Максимилиану Кофрие, был нужен Спартаку, но не считался сильнее большинства россиян. Поэтому бельгийцы отдали в аренду за штатный Клермон, но зато как же его талантливо заменили. Красно-белых пополнили Чернов, Хлусевич, Рыбу, Семевля, а из дубля подняли талантливого Даниила Денисова. Без всяких шуток немного стыдную оплошность Кофрие перекрыли пятью защитниками, чтобы он точно никогда не вернулся. Но пока Абаскаль одобрял очередную порцию высококлассных новичков из Франции, пришла новость. Кофрие признан одним из лучших во всей Лиге 1 и поднял свою команду невероятной серией. Нищий клуб из 10 последних матчей победил в 8, а больше одного гола пропустил только от ПСЖ. В борьбу за Спартаковца сразу включился недавний чемпион Лиль, но Клермон сработал быстрее и заплатил за игрока рекордную сумму 3,5 миллиона евро. Выкуп Кофрие стал не просто главным трансфером в истории клуба, на нем умудрился заработать даже Спартак, оказавшись в плюсе на целый миллион.